Костик вернулся в купе с полотенцем на плече. Два попутчика сидели на нижней полке слева, уткнувшись в телефоны. Костик присел на свое место и вдруг почувствовал какое-то напряжение, висящее в воздухе. Что могло произойти за три минуты, пока он был в туалете? Он окинул взглядом купе. Проницательный ум интеллектуала Костика сразу понял, что ребятишки напротив что-то успели натворить. Это были, конечно, не ребятишки в прямом смысле этого слова. Два серьезных взрослых парня, которые были ровесниками Костика, усиленно делали вид, что заняты интернет-контентом. Они не подозревали, что ехали с тем, кто разгреб несколько десятков совершенно тупиковых ситуаций и помог большому количеству людей, невзирая на их статусы и регалии, решить серьезные проблемы. Этим снискал в определенных кругах славу человека, который решает любые, даже самые сложные задачи. Костик взял со стола телефон. Ни на одной из двух симок не было связи. Значит, никакого интернета нет. Начинающие жулики, подумал Костя. Стоп-стоп, не спешим с выводами. Парни же могут просто листать фотки, ну или, скажем, чистить телефон. Когда это еще делать, если не в дороге? Костя еще раз посмотрел на увлеченных соседей по купе. «Судя по всему, парни все-таки залезли в мою сумку», – сделал вывод Костик. Когда он уходил умываться, его телефон лежал на постели. Вернувшись, он увидел его на столе. А значит, чтобы поднять полку, парням пришлось переложить телефон. А потом, из-за дефицита времени, а может, из-за невнимательности, они не вернули телефон на место. Костик не подал вида, но выводы, конечно, сделал. Вчера, когда они поздно вечером размещались в купе, то даже не успели познакомиться. Все были уставшие, сразу рухнули спать. Утром поезд уже прибудет на станцию назначения, и очень хотелось успеть выспаться. Костя еще раз зачем-то вытер лицо и повесил полотенце. Утро дня обещало быть интересным, что повышало настроение. Первые лучи солнца заглянули в окно купе. Надо бы взбодриться да раскинуть мозгами, что мне со всем этим делать. Ехать еще час, подумал Костя. Пусть парни переведут дух, пока я схожу за кофе, а то они немного нервничают. Он вышел из купе и вернулся со стаканом горячего крепкого кофе, который поставил на стол. Усевшись поудобнее и отхлебнув кофе, он громко представился. Константин Ополь. Серж, кивнул парень с синей футболки. Виктор, буркнул второй. На секунду отвлеку ваше внимание, сказал Костя. Я постараюсь сделать свое сообщение максимально коротким. Парни оторвали взгляды от своих телефонов. Костя отпил кофе и продолжил. Вчера в том городе, где мы с вами сели в поезд, я проводил тренинг в одной важной организации с использованием ноутбука. А после тренинга, когда до поезда оставалось немного времени, я забрел в торговый центр. Там мне на глаза попался Самсунг, одной из последних моделей, редкого розового цвета, о которой давно мечтала одна моя знакомая девушка. И я его купил. Кроме этого, в сумке, которая стоит подо мной, в отсеке для багажа, лежит портмоне черного цвета, а в нем три банковские карты и 57 тысяч рублей. В связи с вышеуказанным у меня к вам вопрос. Вы что из этих трех предметов вытащили из моей сумки? Спросил Костик и посмотрел на парней. Только сразу не отвечайте. Я сам должен догадаться. Что? Буркнул Виктор. Ничего не понял? На самом деле это плевый вопрос, продолжил спич Костик. Ведь это легко можно выяснить. Я могу достать сумку и посмотреть, что из этих трех предметов отсутствует. Но тогда пропадет интрига. А мне бы хотелось самому это вычислить, понимаете? Спросил Костик. Серж, что ему надо? Спросил Виктор. Да вы не суетитесь. Я же на самом деле на вашей стороне. И за вас переживаю, сказал Костик. За нас? Спросил Серж. В каком смысле? Конечно, за вас. Сами посудите. Костя сделал глоток кофе. Если вы взяли ноутбук, это хорошо. А если вы взяли новый розовый телефон в упаковке, это вообще отлично. Это самый классный вариант. Но если вы... Ой, даже боюсь продолжать. Парни смотрели на Костика непонимающими взглядами, но слушали дальше. Но если вы, упаси Господь, взяли портмоны с деньгами, или даже просто вытащили деньги, тогда крышка. Тогда все очень плохо. В этом случае ничем не смогу помочь. И знаете почему? Спросил Костя. Костик полностью захватил внимание парней, потому что из 57 тысяч в портмоне моих только 7. Я как-то больше картами предпочитаю рассчитываться, а 50 тысяч принадлежат капитану Соколову, который будет меня сейчас встречать на перроне с коллегами, потому что их ему передал полковник Сизов. Дело в том, что тренинг я вчера проводил в ВВД города. Вот они в Москву со мной отправили толстую синюю папу с протоколом. Видели, в сумке сверху лежало. А полковник Сизов попросил передать 50 тысяч, сказал Костик. Я подумал, может, один у другого деньги занимал? Мало ли. А нет. Оказалось, что это не просто деньги, а особенные деньги. Это меченые 50 тысяч рублей. Неким новым хитрым составом, который они взяли у москвичей для проведения небольшой операции и теперь возвращают обратно. Любой, кто дотронется до этих банкнот, уязвим длительное время. Вот что я вам хотел успеть сообщить. Закончил свой рассказ Костя. В купе повисла пауза. Парни смущенно переглянулись. Они сидели явно озадаченные. Костя допил кофе и посмотрел на часы. «Черт, через 30 минут приезжаем на станцию. Пора второй кофе шлёпнуть и собираться», сказал он и исчез за дверями. Когда Костя вернулся, парни с вещами стояли в коридоре. Он закрыл дверь и достал сумку. Сверху лежала синяя папка с раздаточными материалами для тренинга. Костик её убрал в сторону и увидел, что ноутбук, новый телефон и портмоне на месте. Заглянув внутрь портмоне, Костя понял, что не зря он трепался всё утро. Деньги внутри лежали как попало, что говорило о том, что их пихали в портмоне в явной спешке. «Ну что, деньги на месте, всё в порядке», подумал Костя. Он пил кофе в купе в гордом одиночестве, любуясь в окно солнечным утром. Через 7 минут поезд прибыл в Москву. Продолжение следует...